Всем привет! С вами Лиза Трипскит, и в этом видео я хотела бы рассказать вам о медицине в Великобритании. В одном из своих предыдущих видео 5 вещей, которые меня сильно весят в Великобритании, я уже немножко рассказала о медицине в Великобритании. Но в этом видео я хочу рассказать немножко побольше. Многие считают, что в России на самом деле жить очень плохо. Медицина у нас отвратительная, помощи не дождёшься. Но это не так. По сравнению с Великобританией, медицина в России просто прекрасна. На самом деле в Великобритании от врачей ничего, вообще ничего невозможно добиться. И если у вас какая-то хроническая болезнь, которая на самом деле требует обследования, врачам тут будет на неё просто плевать. Абсолютно. То есть никакой помощи вы не дождётесь. Несмотря на то, что я считаю, что в России, конечно, не всё хорошо. И с медициной есть огромные проблемы. И некоторые клиники, особенно платные, они вам ставят диагнозы, которых у вас нет. Поэтому зачастую в России я ходила к двум, даже трём или даже четырём врачам одного профиля. На самом деле у меня была эпопея с зубами мудрости, которые нужно было удалять. Я сходила аж к восьмим зубным врачам, и все восемь врачей сказали разные вещи. Но скорее это, наверное, моя вина, что я сходила к восьми. Ну, представьте, восемь врачей, восемь мнений о зубах, которые здесь и которые видны. Что же говорить о других врачах, которые судят о чём-то таком, как щитовидка, например, что не видно вооружённым глазом, и если есть какие-то проблемы с ней, их вообще, например, очень сложно выяснить, или в плане желудочно-кишечного тракта, или, в общем, всякие различные другие проблемы со здоровьем. В Великобритании, если у вас есть какие-то проблемы, никто с ними не будет возиться, и ничего не будет выяснять. Например, если вы жили в другой стране, например, в России, и у вас уже есть какие-то хронические проблемы, врачам здесь действительно на всё наплевать. Например, у меня выяснили, что у меня есть какие-то нерабочие вены на ногах, и поэтому мне нужно наносить компрессионное бельё, то есть компрессионные кольфы. Но когда я пришла к врачу Великобритании, она посмотрела пять секунд на мои ноги и сказала, что никаких проблем она не видит, и раз у меня никаких сильных болей нет, и вообще никаких жалоб у меня нет, поэтому носить мне ничего не надо, точнее, если я хочу, я могу носить, но для этого я должна пойти и сама за свои деньги купить эти гольфы, но она с этим никак разбираться не будет. Прекрасно. А что касается других таблеток, которые мне прописали в России, и которые мне тщательно подбирали, но всё равно они мне не подошли, тут врач просто открыла какую-то инструкцию, которая у меня есть на компьютере, посмотрела в ней, ага, окей, ну давай дай мне тебе вот эти таблетки. То есть всё вот в таком духе. Поэтому я бы сказала, что на медицину Великобритании рассчитывать, ну, никак не стоит. Что же делать, если вы заболели в Великобритании? Ну, во-первых, вы должны быть зарегистрированы в НЧС по месту своего жительства. Медицина Великобритании бесплатная, то есть помощь вам окажут. Чаще всего аппоинтменты, то есть встречи с врачами, выдаются в тот же день, то есть в день обращения. Как правило, у каждой клиники свои правила, поэтому вы должны пойти в свою клинику и узнать, что вам нужно сделать. Что касается меня, то в моей клинике аппоинтменты выдаются в тот же день, если вы позвоните позже в 8.30 утра в эту клинику. То есть в 8.30 вы должны быть около телефона, и как в 8.30 вы должны названивать и говорить, окей, у меня такая проблема. Ну, дозвониться достаточно сложно, то есть звониться можно, дозвонитесь вы через 10, 15, 20, а может быть и 30 минут в зависимости от спроса. Но, скорее всего, аппоинтмент в тот же день вы получите. Если не получите в тот же день, то, скорее всего, вам его дадут чуть-чуть позже. Или скажут позвонить в другой день. Допустим, вы дозвонились в 8.45 и вам дали аппоинтмент в 14.20. Вы должны прийти ровно в 14.20, максимум можно опоздать на 5 минут. Если у вас какая-то серьёзная причина, вы можете опоздать, в принципе, и на 10 или даже на 15 минут, потому что весь аппоинтмент, в принципе, бывает 15 минут. Но вы должны убедить женщин, бабушек, обычно там бабушки работают на ресепшене, в том, что у вас действительно была веская причина того, что вы опоздали. Вам, скорее всего, придётся немножко долго, достаточно подождать в очереди, пока у врача не освободится время и вообще согласится ли врач вас принять. Это всё зависит от врача и добрых, недобрых бабушек на ресепшене. Как только врач вас принял, если у вас какая-то простуда, вам, скорее всего, с высокой температурой, вам, скорее всего, пропишут антибиотики и какой-нибудь спрей для горла или скажут купить стрепсилс. Со мной бывало такое, что я приходила с сильной боли в горле, с кашлем непроходящим уже по 3 недели, и врач мне говорил, что всё само пройдёт, не беспокойся. Но всё же это, я не знаю даже, что лучше, антибиотики или всё само пройдёт. То есть, в итоге, естественно, мне пришлось лечиться самой. И пришлось идти в аптеку, покупать полоскание для горла, которое достаточно дорого стоит, и покупать также различные витамины, брызгалки для горла, постилки, противовоспалительное средство и в таком духе. Если у вас проблемы с суставами, мышцами, вам, скорее всего, выдадут какой-нибудь гель. Если проблемы с кеморециститом, вам, скорее всего, скажут пойти в аптеку и купить что-то вроде манурала. То есть, врачи здесь не особо любят помогать кому-то. Если у вас, конечно, emergency, температура под 40, и вы уж никак не можете пойти к врачу, вы можете вызвать скорую помощь, и, скорее всего, вам скажут самим ехать в больницу. Скорая тут приезжает только в каких-то реально очень серьёзных случаях. То есть, если у вас сломана нога, если у вас инсульт, инфаркт, и что-то в таком духе. И то, возможно, мне кажется, что врачи тут скажут, что сами приезжайте. Вот это не коротко о медицине в Великобритании. Так что не думайте, что в России всё плохо. На самом деле, как только у меня будет возможность выехать в Россию, я поеду в Россию и куплю там достаточное количество рекордs, и схожу к профильным врачам, потому что к профильным врачам здесь попасть абсолютно невозможно. Даже наш друг с кластерными головными болями, который месяц мучился от такой боли, с которой просто ему не встать с кровати, ему назначили МРТ через чего-то там вроде 4 месяца нужно было ждать. А если его делать самим, то это нужно заплатить порядка 50-60 тысяч рублей. В России это можно сделать за 4 тысячи. Да, вы скажете, уровень зарплат тут разный, но я бы так не сказала. Если вы хотите послушать о уровне жизни Великобритании, зайдите на одно из моих предыдущих видео о жизни Великобритании. На этом всё. Подписывайтесь на мой канал. Я обещаю вам много полезной информации, которая, возможно, вам понравится, возможно, не понравится, но я говорю правду о жизни Великобритании.